Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Сайн заявила о гибели трех детей во время беспорядков в республике, передает телеканал Хабар 24. Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Сайн подтверждала случай гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки, сообщили по ТВ. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ранее было известно, что один ребенок умер 5 января после огнестрельного ранения, которое получил во время прогулки с семьей. В пятницу 7 января боевики расстреляли машину, в которой находился подросток с отцом, врачи смогли спасти жизнь только родителю. Позже при аналогичных событиях погибла 4-летняя девочка. Беспорядки в Казахстане Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года. Поводом для недовольства жителей городов Женоазен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на жиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Озвучено Яндекс Спичкайт. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны почти 6 тысяч человек. Страна в огне. Казахстан вступил в Новый год с массовыми беспорядками спутник Камшат-Обдираем, акции протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Женоазен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания жиженного нефтяного газа. Один из 17 акций протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Женоазен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания жиженного нефтяного газа. Спутник Камшат-Обдираем АФП-2021 Раслан Пряников В начале президент Касым Жамарт-Такаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Два из 17 в начале президент Касым Жамарт-Такаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Текст озвучен в Яндекс Клауд АФП-2021 Раслан Пряников Ройтерс Павел Микхеев, затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. 3 из 17 ем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Ройтерс Павел Микхеев Ройтерс Павел Микхеев, президент, призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Запись генерирована в Яндекс Клауд. 4 из 17 президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Ройтерс Павел Микхеев Ройтерс Павел Микхеев, волма о те крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. 5 из 17 в Алма-Ате крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ройтерс Павел Микхеев Associated Press Photo Владимир Тротяков, полиция применила газ и светошумовые гранаты. 6 из 17 полиция применила газ и светошумовые гранаты. Associated Press Photo Владимир Тротяков Ройтерс Павел Микхеев, на фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. 7 из 17 на фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. Ройтерс Павел Микхеев АФП 2021 Абдазис Мадяров, в нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. 8 из 17 в нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. АФП 2021 Абдазис Мадяров Ройтерс Павел Микхеев, там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. Озвучено Яндекс Спичкайт. 9 из 17 вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. Ройтерс Павел Микхеев Associated Press Photo Владимир Тротяков в стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. 10 из 17 в стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. Associated Press Photo Владимир Тротяков Associated Press Photo Владимир Тротяков, корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. 11 из 17 корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. Associated Press Photo Владимир Тротяков Associated Press Пресс-фоутоуенблагов в Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. 12 из 17 в Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Associated Press-фоутоуенблагов Associated Press-фоутоу Владимир Тротяков в российском МИД отметили, что выступают за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушения законов. 13 из 17 в российском МИД отметили, что выступают за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушения законов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Associated Press-фоутоу Владимир Тротяков Associated Press-фоутоу Владимир Тротяков Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации. 14 из 17 президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации. Associated Press-фоутоу Владимир Тротяков Associated Press-фоутоу Владимир Тротяков Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. 15 из 17 он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Associated Press Photo Владимир Тротяков Ройтерс Павел Микхеев, кроме того, с сегодняшнего дня Такаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. 16 из 17, кроме того, с сегодняшнего дня Такаев возглавляет Совет Безопасности Казахстана. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ройтерс Павел Микхеев Ройтерс Стрина, также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. 17 из 17, также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Ройтерс Стрина 1 из 17 акций протеста в Казахстане начались в первые дни Нового года. Жители городов Женазен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания жиженого нефтяного газа. Спутник Камшат Абдираем 2 из 17 в начале, президент Касым Жамарт Такаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. АФП 2021 Раслан Пряников 3 из 17 ем, он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Ройтерс Павел Микхеев 4 из 17, президент, призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Ройтерс Павел Микхеев 5 из 17 волма о те крупнейшем городе страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Ройтерс Павел Микхеев 6 из 17 полиция применила газ и светошумовые гранаты. Асоушейтед Пресс Фоутоу Владимир Тротяков 7 из 17 на фото. Участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи. Ройтерс Павел Микхеев 8 из 17 в нескольких регионах ввели чрезвычайное положение. Запись генерирована в Яндекс Клауд. АФП 2021 Абдазис Мадяров 9 из 17 вводится комендантский час. Запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение. Ройтерс Павел Микхеев 10 из 17 в стране из-за массовых беспорядков отключили интернет. Асоушейтед Пресс Фоутоу Владимир Тротяков 11 из 17 корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Асоушейтед Пресс Фоутоу Владимир Тротяков 15 из 17 он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Асоушейтед Пресс Фоутоу Владимир Тротяков 16 из 17 кроме того, с сегодняшнего дня Такаев возглавляет Совет безопасности Казахстана. Ройтерс Павел Микхеев 17 из 17, также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Ройтерс с 3 на до 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций. Президент Касым Жамарт Такаев отправил в отставку правительство и распорядился вести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, назвал ситуацию в Казахстане подрывом целостности государства и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.